Чернигов. Результат ночного обстрела города. Похоже, эта машина предотвратила худшие. По данным Киева, в ночь с воскресенья на понедельник российские военные обстреливали позиции защитников Чернигова и жилых кварталов. Попасть в город журналистам невозможно. Чернигов и села в Черниговской области находятся под постоянными обстрелами российской армии. Из-за частых бомбардировок в городе вот уже несколько недель нет электричества, водоснабжения и отопления. Не раз снаряды попадали прямо в Черниговскую ТЭЦ. Местные жители вынуждены готовить еду прямо на улице. Воды нет, света нет. Тепла нет, тем более. Потепло, чем можно терпеть, пока газ есть. Понимаете, нет никакой информации. Никто ничего не знает. Сидим, как в мешке. Доедаем то, что есть. Хлеб привозили люди, неизвестно, кто не волонтеры. Просто пару раз привозили хлеб. Воду никто не привозил. Вот мужчина, который возит добровольно воду сам, мы собираем болсанки. У него осталось две литра соляры. Все. Значит, с завтрашнего дня мы все будем сидеть уже и без воды. С 8-го числа мы сидим без света, воды, газа и электричества. Выехать из города уже невозможно. Российская армия взорвала мост через Десну, соединявшую Чернигов с Киевом и другими городами. Наталья успела уехать со своей 90-летней матерью, можно сказать, в последний момент. Нас выпустили. Спасибо волонтерам. Мы кланяемся им до земли. Они нас вывезли, эту последнюю колонну. А на следующий день сказали, что мост разрушен и никого больше не вывезут. А там остались дети. Много детей. Как они будут жить, не знаю. Так как Гитлер фашист, так и Путин. Напали на нас и начали бомбить. Они все разбомбили уже в городе. Столько погибло детей, столько женщин. По данным ООН, из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 143 ребенка, 216 ранены. Только в Черниговской области погибли 38 детей. Но Ольга, как и многие в Украине, надеется на лучшее. Наш народ такой. Пошли все в самооборону. Будем защищаться до последнего. Сколько будем жить. У нас партизанский край в ту войну был. И мы говорим, что мы верим, что победим. Слава Украине! Все-таки люди очень надеются, что это закончится. И уезжать не все готовы. Они хотят ждать дома. Ждать дома, конечно же, хороших новостей. Хороших новостей и победы ждет и Елена. Мы с семьей здесь до победы. Я верю в нашу победу, в наши вооруженные силы, в наших защитников и в то, что все будет хорошо и Украина победит. А после победы начнется работа, говорят местные жители. Ведь нужно заново отстроить разрушенные дома и всю инфраструктуру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!